Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Филигенгауру. Я приветствую в этой студии Виктора Шандоровича, писателя, журналиста. Чего там у нас по анонсу? Замечательный человек. Здравствуйте, Виктор Анатольевич. Добрый вечер. Следим мы за ситуацией в Крыму. Там необычным образом решили как-то разобраться с проблемами с электроэнергией. И Владимир Путин поручил провести соцопрос населения в Крыму и Севастополе, прежде чем заключать контракт на поставки электроэнергии. Значит, там, собственно, два вопроса. Ну, после референдума, видимо, решили, что давайте мы все по соцопросам будем, все проблемы Крыма так решать. Вот. Первый вопрос. Поддерживаете ли вы или нет заключение коммерческого контракта с Украиной на поставку части электроэнергии в Крым и Севастополь, если в нем будет указано, что Крым и Севастополь являются частью Украины? А второй вопрос. Готовы ли вы ко временным трудностям, связанным с незначительными перебоями энергоснабжения в течение ближайших трех-четырех месяцев? Ну, замечательно. Это не шутка даже. Нет, это Путин поручил. Замечательно. Новак рассказал. Замечательно. Вот в очередной раз думаю, что моей злобной фантазии не хватило бы, чтобы дотянуться до их номенклатурных, так сказать, номенклатурных фантазий. Феноменально. Вы не пробовали не воровать? Хочется такое. Считаете ли вы, что лучше воровать? Или что лучше не воровать? Это такой референдум провести. Считаете ли вы актуальной неукраде там, да, статью? Штука в том, что сначала у людей же никто ничего не спрашивал. Никогда, собственно говоря. Люди не были в курсе вежливых человечков. Людей поставили перед фактом, что они живут на другой территории. Проведение соцопросов, референдумов и всего остального на оккупированных территориях мы не первые и не последние, да. Я уже упоминал судеты полтора года назад, за что стал врагом государства. В судетах тоже были соцопросы, тоже были референдумы и так далее. Значит, братцы мои, если вы берете на себя ответственность, если вы разрываете все международные соглашения, если вы ломаете о колено европейский сложившийся порядок, границы, выбрасываете в туалет на гвоздик, нацепляете Будапештские соглашения, то вы готовы, я говорю вы, в данном случае, государство, государственные мужики, должны быть готовы к последствиям. И должны лично обеспечивать, если вы берете на себя ответственность, я сейчас говорю уже не о нравственной стороне вопроса, а о практической. Вы должны отвечать. И раз вы отвечаете за эту территорию этих людей, значит, там должен быть свет. А не вы должны иезуитски спрашивать у людей. Ну-ка, каков ваш патриотизм? Посидите ли вы без светлой канализации, без холодильников? Посидите ли вы четыре месяца? Так ли вы любите Россию? В этом есть дикое иезуитство. Причем абсолютно, по-моему, не скрываемое. Да? Ты любишь папу, который тебя сечет и сажает в чулан? Ну-ка, скажи. Или ты не любишь папу? Ну, скажи-ка. Не любишь папу? Да? То есть, эти твари беззаконные, мало того, что все разломали о колено, мало того, что они, разумеется, оказались, посадили бандитов. Других нет. Честно, человек не пойдет. А бандиты, как правило, довольно неэффективны. Не говоря о том, что у них в администрации тоже бандиты. Потом, когда эти бандиты выясняются, не способны наладить жизнь минимальную, нормально, естественно, не предусмотрели. Потому что вежливо у человечков наслать это мы можем, а вот по логистике у нас с этим хуже. Потом начинают народ. Ну-ка, народ, давай-ка сам, добровольно, с песнями. Был такой анекдот советских времен, что наши с американцами поспорили, что кошка съест горчицу. Ну вот, там, американцы пытаются накормить кошку горчицей, она отбивается, да? Наши намазали горчицу ей задницу. Она сама вылезает, наша говорит, вот видите как, добровольно и с песнями. Советский анекдот. Вот он на местности, добровольно и с песнями. А может быть в присутствии вежливых людей, наоборот, как-то больше порядка? И я сейчас говорю не о том, чтобы там было военное присутствие российское. Ты не путаешь казарму с менеджментом. А может быть как раз какого-нибудь кризисного управляющего стоит отправить из Москвы в Крым? Потому что местные власти, видимо, не справляются. То это только кризисные управляющие, это подразумевает некоторое образование, некоторые умения, некоторую профессию. Нет, во-первых, начать с того, что можно не устраивать своими руками катастрофу. Но это не наш путь. Мы своими руками устроили катастрофу, в том числе социальную катастрофу. А дальше спрашиваем людей, ну-ка, хорош ли у вас патриотизм. Менеджера можно послать, но лучше послать менеджера куда-нибудь в сторону Кремля. Чтобы уголовников поубирать, список Форбс почистить, людей, которые вошли в список Форбс, находясь на государственных должностях и на чиновничьих должностях, вот это все почистить, вот такого кризисного управляющего надо прислать. Но прислать такого кризисного управляющего может только народ. Народ пока не присылает такого кризисного управляющего. И на выходе имеет вот то, что имеет. Вот такие больницы, вот такую медицину. А Крым, ну, отдельный случай. Ну, Крым отдельный случай, тем не менее, к нему приковано отдельное внимание. Как вы считаете, в 2016 году как-то будет меняться ситуация в лучшую сторону? Потому что, ну, вот прошло полтора года, да, полтора года с момента присоединения. С какой стати она должна? Можно что-то делать? Можно. Можно признать тяжелейшее преступление, ошибку, и начать медленный, мучительный, частично унизительный выход наружу из ситуации, сложившейся. Оставляясь в рамках здравого смысла, надо признать, что такого рода ситуация начинается с отставки тех людей, которые довели до этой ситуации. Да, присылается кризисный менеджер когда? Ну, перед этим увольняется обычный, который довел до кризиса. Вот он увольняется, в нашем случае это Путин Владимир Владимирович и вся администрация, и нанимается, действительно, тогда говорят, люди добрые. Может, тут есть кто, который знает, что делать в этих ситуациях? Ну, для начала увольняется тот менеджер, с позволения сказать в кавычках, который своими руками на ровном месте соорудил катастрофу на территории, дикую головную боль, дикие траты государству, обрушение имиджа, обрушение статуса государства, да, огромную утечку капитала, мозгов и так далее. Вот этот вот, с позволения сказать, менеджер увольняется, а на его место, да, на какое-то время приходят кризисные. А когда он сам посылает кризисных менеджеров, то это борьба на найских мальчиков. Был такой старый цирковой номер. Там внутри одна гимнастка, вот она сама с собой борется. Вопрос у меня про, ну, я не знаю, смежная эта тема или не смежная. Нам все обещали, что как здорово отдыхать в Крыму, но там что-то света нет. А отдыхать, судя по всему, особо теперь уже и негде. Зачем Россия делает это с туриндустрией? Я недавно вспомнил, что Рамзан Ахматович Кадыров, придя к власти, пообещал, что через 10 лет Чечня будет главным туристическим местом, одним из жемчужин турбизнеса в Европе. Видимо, в Чечню. Я жду большого наплыва. Братцы мои, еще раз. Конечно, досадно, что труднее с отдыхом и больше денег на это уходит, и уже нет денег на это. Это все досадно. Но давайте начнем с того, что эту катастрофу всю, турбизнес наименьший из них, устроила наша родная администрация, которую мы поддерживаем или просто молчим в тряпочку. Кто-то поддерживает, кто-то молчит в тряпочку. Остальные либо маргиналы, либо разъехались, либо сидят уже в лагерях. Так вот, мы поддерживаем людей, которые своими руками создают дикую головную боль, обрушают экономику и так далее. Турбизнес идет в задницу вместе со всей страной. Ну, разумеется, он просто идет первым. По внешнеполитическим причинам, да и по внутриэкономическим, потому что, конечно, это не первое очередное. Давайте сейчас прервемся буквально на несколько минут. Это особое мнение Виктора Шендеровича. Мы скоро продолжим и обсудим новогоднее обращение Владимира Путина. Оставайтесь с нами. Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Напоминаю, что в гостях у меня Виктор Шендерович. Уже появилось в интернете новогоднее обращение Владимира Путина. По стране Новый год уже вовсю шагает. Нам с вами только предстоит встретить 2016 год. Вот что же говорит президент нам с вами, своим гражданам. Ну, помимо стандартных фраз про родных и близких, вот цитата. «Сегодня особо хотел бы поздравить с праздником тех наших военнослужащих, которые борются с международным терроризмом, отстаивают национальные интересы России на дальних рубежах, проявляя при этом волю, решительность, твердость характера. Впрочем, эти качества нужны нам везде, всегда и в любом деле. Успех всей страны зависит от эффективного труда и достижений каждого из нас». О, моя женщина, как ты заставила меня это прослушать. Да. Я так хотела увильнуться. А я художественно читаю. Как я хотела увильнуться. Ну, хотя бы лица не вижу, но текст ты меня заставила прослушать. И что ты хочешь, чтобы я комментировал? Вот это вот дальние рубежи? Дальние рубежи, международный терроризм, а также эффективный труд. Да, да, да. Ну, начнем, начнем, Арбайт, вот это вот, да, вот примерно этот уровень, да, эффективного труда. Все ассоциации наши к этому немецкому слову, вот, ты знаешь, что в концлагере была такая пытка бессмысленным трудом, там, заставляли заключенных камня перетаскивать с места на место. Это дико унижает, помимо всего прочего, тяжелая физическая работа, но еще и унижает, потому что люди делают заведомо бессмысленную работу. Это по поводу труда, части труда. По поводу наших, да, тех, кто болит терроризм, я не знаю, кого имеет в виду наш президент. Пока что мы видим сообщения о жертвах среди мирного населения, о бомбах наших, попадающих в школы. И здесь мы со страшной силой рулим, это мы умеем, вот это вот бомбометание по тем, тем, кто внизу там и не может ничего с нами сделать, это мы страшные молодцы в этом смысле. Бомбим мы по преимуществу тех, кто борется с Асадом, да, в том числе, в значительной степени. В коалицию по борьбе с ИГИЛом нас не взяли, потому что мы ведемся отвратительно и двусмысленно, да. Никаких, какие стратегические интересы в районе Алеппо сейчас нашел Владимир Путин, тоже загадка сия велика есть. Там еще было про процветание, которое он пожелал, да, вот это вот процветание, это такое весеннее слово, глубоко весеннее, сейчас бы зиму пережить по поводу процветания. И, конечно, у Путина, я уже говорил, у него просто нету выбора никакого. Он играет на этих струнах, да, борьба с терроризмом, охрана священных рубежей, стратегические интересы Родины. Он будет теребунькать эту струну одну, вот он ее нашел и теребунькает эту струну, которая должна, по его расчету, доставлять какое-то наслаждение населению, отвлекать его от цифрнообменники, от ценников в магазине. Да, он должен понимать, что это он, это все платит своим обнищанием стремительным, 30-ти процентным обрушением, да, реальных зарплат и так далее. Он платит за величие России. И вот он этим гипнозом занимается, в том числе в новогоднем обращении. Мы должны гордиться тем, что мы, значит, боремся с мировым терроризмом и священной рубежи Родины. Красивая мина, приотвратительной, старой, древней, уже много раз, это, так сказать, это столько раз уже, это такого многократного пользования. Медикамент, вот это вот то, что он предлагает, это как только какая-нибудь хана с экономикой, тут же, значит, священные рубежи, да, стратегия, место России в мире и так далее. Ну почему? Как раз это очень актуально после того, как был взорван самолет наш, после того, как были теракты. Так он взорван был, потому что, совершенно верно, это просто рукотворные вещи. О чем я говорил в этой студии, когда все радовались бомбежкам в Сирии, я говорил, неужели вы думаете, что платить за это будут только сирийцы? Неужели вы думаете, что война будет всегда идти на их территории? Неужели вы думаете, что мы не заплатим? Говорил я до взрыва. Потому что это очевидно. Потому что это очевидно. Когда мы влезаем, не сфига вписываемся в многовековое противостояние шиитов и суннитов, а по факту это именно так. Мы просто выбрали шиитов в этой многовековой войне. Почему? Что дает нам основание думать? Лицо Патрушева и Бортникова дает нам основание их биография. Славная, с нордостами. Дает нам основание бесланами. Дает нам основание думать, что мы проскочим. Эти все жертвы, естественно, это политическая ответственность администрации Путина. Другое дело, что у нас нет никаких механизмов, чтобы взыскать с него эту ответственность. Но это, безусловно, его ответственность. Эти гибели на его совести, естественно, и на его политической ответственности. Владимир Путин как раз буквально в ходе нашего эфира утвердил стратегию национальной безопасности России. И в числе прочего там говорится следующее, что появление ИГИЛ, напомню, что это организация террористическая, запрещена на территории Российской Федерации. Передаем привет Роскомнадзору. И укрепление этой организации, ее влияние стали результатом политики двойных стандартов некоторых стран в борьбе с терроризмом. Я больше не могу комментировать ложь и демагогию Владимира Владимировича Путина. Я это делаю 15 лет. Я это делаю, думаю, по времени, больше всех, дольше всех, просто по сроку. Потому что я начал это делать, когда все еще писали кипятком. Сейчас перестали писать кипятком. Я уже не могу больше это комментировать. Давай о другом. Другого президента у меня для вас нет. Такого у меня для тебя нет. Подожди, ну чего же его комментировать? Просто констатировали, что он еще раз солгал. Мы можем констатировать миллион сил. Мы констатировали, что он еще раз произнес пошлость. А тогда объясните мне. Вот смотрите, мы же с вами обсуждаем указы, которые он подписывает, законы, которые он устанавливает, по которым мы живем. Указы и законы, я вынужден по ним жить, находясь на этой территории. Но комментировать его в вечное балаболство, это антиамериканское, больше невозможно. Это тысячу раз откомментировано. Тысячу раз мы с цифрами, с фактами, как он борется с мировым терроризмом, кого он бомбит, кого он не бомбит, с кем он сотрудничает, с Хизбаллой, с Хамасом. Они не запрещены на территории. Этот человек борется с терроризмом, который поддерживает Хизбаллой, с Хамасом. Вы скажете, как они с Талибаном хотят подружиться. Да, значит, я даже этого и рассказывать не буду. Значит, нечего это комментировать. Но уже отнимаем время сами у себя. Важнее, давай, все-таки, 31 число. Несколько общих вещей, тенденций. За 15-й год или посмотрим в 16-й? Нет, за 15-й. Про 16-й отдельная речь. Во внешнеполитическом плане Путин, вот уже 14-15-го года, это технолог петухов из песни Висбара. Зато, говорю, мы делаем ракеты. На все претензии, на все вопросы. Да? Почему здесь неприглядный вид? Зато мы делаем ракеты. Это единственное, вот это вот, качание мускулов, причем по преимуществу телевизионное. По преимуществу телевизионное, потому что близко подойти к блоку НАТО. Мы один раз подошли, видели, что получилось. И так будет, не дай бог. Просто они пытаются избежать столкновения. Они пытаются как-то, да, ответственно более-менее себя вести, давая нам возможность растопыривать пальцы и пускать дым из ноздрей. Зато мы делаем ракеты. Единственная повестка дня. Никакой другой. На всех остальных констатируем проигрыш. Статус страны, экономика, все, все проигрыш. Это всюду. Бюджеты на образование российские в три раза меньше, в два раза меньше, чем в Ельцком, в три раза меньше, чем в Гарварде. Весь бюджет на образование России. Это за 2014 год. Сейчас еще просело. У них еще добавилось, как всегда, а у нас еще просело. Какое мировое лидерство? О чем речь? Капитализация России стремительно идет навстречу капитализации фирмы Apple. А зачем? Вот тогда у меня вопрос. Наша власть, и не только устами Владимира Путина, несколько раз говорили, что нашу талантливую молодежь, нас надо держать внутри Российской Федерации, никуда их не выпускать. Совершенно верно. Где вы нас тут елями с Гарвардами попрекаете, Виктор Анатольевич? Дело в том, что надо либо... У нас все должно быть внутри. Нет, 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 нельзя быть немножко беременным, Тань. Значит, надо либо превращать это в Северную Корею, закрывать выезд, и талантливую молодежь под ружьем в шарашки, я имею в виду там всяких физиков, математиках и других, которые могут пригодиться в военном деле. Вот собирать всех там, Зельдовичей, Ландау, Капиц, Харитонов, Сахаровых, собирать в шарашки, в Арзамасе, и чтоб работали на оборонку, да? Это Северная Корея, один вариант. Второй вариант, свободный мир. Но только мы проходили уже первый вариант, в гораздо более благоприятных экономических и политических, геополитических обстоятельствах. Не проканало, рухнуло все. Концлагери рушатся. Рушатся, да? Значит, второй вариант. Постараться быть эффективными, ну хоть немножечко, ну хоть не как в Силиконовой долине, но хоть на уровне Польши дотянуться, хоть к нашим братьям славянам. На уровне йотафона. Да? Эффективный на уровне йотафона. Ну хоть как-нибудь, хоть немножечко в эту сторону пойти. Хоть и с Жигулей сделать, ну не Мерседес, не Роллс-Ройс, ну хоть Шкоду, ну хоть что-нибудь в сторону эффективности. И сделать так, чтобы молодым людям хотелось оставаться на родине, а не бежать. А дело в том, что талантливые люди будут бежать, разумеется. Потому что они бегут по политике уже, не по экономике, это же не колбасная миграция. Они бегут, они бегут. Делаем перерыв и продолжим подводить итоги 2015 года с Виктором Шендеровичем. Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауру. Напоминаю, что в гостях у меня Виктор Шендерович. Мы подводим итоги 2015 года с внешней политикой, вроде как, сказали. Вроде как все плохо. Да, это даже... да. Карл Юнг писал после войны, он писал, что после войны Германию... Писал о свой опыт исследований, да, лечения людей в послевоенной Германии. Он писал о такой типичном случае, как попытка людей вытеснить свой невроз, заглушить его, попытка, так сказать, вытеснить из себя чувство вины, вместо того, чтобы осознать его. Он писал, что до тех пор, пока немцы не сумеют, не наберутся мужества, чтобы осознать свою вину, а будут ее вытеснять неврозом, да, так сказать, говоря о том, что это делал кто-то, а не они, да, вот эти все ужасы, которые им были предъявлены в лицо, что до тех пор настоящего выхода из болезни, из психического расстройства нации не будет. Карл Юнг писал, что немецкий народ, как пьяный, который проснулся наутро в смутном ощущении, что он накануне сделал что-то плохое, и он не хочет об этом вспоминать. Так вот, этот статус, это положение, это еще недостижимая для нас точка. Потому что мы еще даже не испытываем даже никакого глухого чувства вины по поводу своего прошлого. Мы, как сформулировал Булата Куджава на исходе советской власти, мы профессиональные рабы, мы гордимся тем, что мы рабы, мы настаиваем на том, что это прекрасно. Нам вот до этой точки, которую описал Юнг, когда мучительный стыд, на который человек вытесняет, нация вытесняет из себя, нам еще до этой точки идти, а потом еще идти долго-долго от этой точки. И дело в том, что, ну, вот этот путь, нам ведь труднее будет, чем немцам, труднее, потому что им помогли, их заставили, говоря русским языком, начать этот выход, им не оставили шансов других. Пришли снаружи и расчистили место, и сказали, вот, вот отсюда сами. И ткнули их лицом в их прошлое, и они были вынуждены с этого, на этом расчищенном месте, что-то делать сами. Вот мучительно. Так, как это описывал Юнг, так, как потом это описывали Гессы, Бёль. Очень мучительно, сложно, и очень неочевидно, да, и очень долго. Нам еще идти до этой точки, и нам никто не поможет. Никто не расчистит это место. Это место должны и расчистить мы сами, и вот пройти эту стадию, описанную Юнгом, ощущение вины смутной, потом заставить себя осознать эту вину. А потом, как писал, сидевший в Шпандау, Шпеер, да, получивший 20 лет по небрежскому процессу, министр вооружений нацистской Германии, у него было время обдумать свою жизнь, он написал замечательную фразу в своих дневниках, «Кажется, вся Германия должна некоторое время ходить в воскресную школу. Кажется, надо некоторое время повторять прописные, азбучные истины, которые вроде бы человек должен знать, но мы двоечники в этой исторической школе. На прошлом этапе казалось, что нам было предъявлено так, оплата за наше социальное равнодушие, за нашу неготовность отвечать за свои поступки. Вот есть поразительные метафоры, я о ней иногда написал в The New Times. Академик Вавилов, человек, который был готов накормить хлебом все человечество, придумал, как накормить все человечество. Он умер от пелагры, в саратовской тюрьме в начале 40-х. В конце 80-х Евгения Марковна Альбац, тогда еще просто Женя Альбац, нашла следователя с дивной фамилией Хват, который вел дело Вавилова. Следователь Хват был полковником, он был элитой, весь в орденах, в пайках, а Вавилова сгноили. Так вот, когда начались блокадные очереди в конце 80-х, когда выяснилось, что в стране нет хлеба и молока, то это вот просто пришла квитанция народу. За то, что когда-то от их имени, от имени их отцов, дедов, уничтожали лучших людей, которые могли накормить, поднять эту страну и так далее. Их уничтожали. К ним начали приходить квитанции. Когда начали приходить квитанции, люди начали некоторые что-то понимать. Большинство так, кажется, не поняло. Ну, а как вы себе представляете выражение своего неравнодушия социального в современной России, когда 2015 год запомнился нам, в том числе, приговором Ильдару Дадину? А это потому, что он вышел один. Если бы вокруг Ильдара Дадина стоял бы миллион, то они ходили бы на цыпочках вокруг. И мы это тоже проходили в 90-м году. И проходили потом, в 11-м году, когда они идут рядом, заглядывают в глаза, говорят, ребят, мы с вами. Ну, в 11-м году... Заглядывали, никто не разгонял. Когда было 120... Это уже второй вопрос. И что? Таня, это другой вопрос. Это важный вопрос. Это важный вопрос. Потому что это результат. Нет. Был он или нет? Таня, стоп. Стоп. Потому что процесс и результат важные вещи. Подменяешь тему. Подменяешь тему. Я сейчас говорю о том, что если бы нас выйдет, вышло бы, не будем говорить, выйдет, вышло бы, шести-семизначное число, да, на улицу, да, и эти люди понимали бы необходимость перемен и готовы были бы на них настоять, а не уехали. Они вышли разочек, потусовались и уехали в зимний отпуск. Да? Если бы политическая элита проявила достаточную зрятость. Это второй вопрос. Я сейчас говорю не о подробностях технологических и политтехнологических. Я сейчас говорю даже не про 2011 год. Я сейчас говорю про задачи нации на 2016 год. В 2016 году будет, разумеется, хуже. Разумеется. Вот подписали, например, закон, который разрешает ФСБ по толпе стрелять. Да, по толпе и так далее. Будет, разумеется, хуже. Но хуже будет не. Это ведь следствие, этот закон. Почему мы разрешили стрелять толпе? Потому что они предвидят социальные волнения. Потому что они предвидят толпу, по которой надо будет стрелять. И они думают, что они освобождают личный состав от ответственности этим преступным приказом. Кстати, это была главная линия защиты на Нюрнбергском процессе. Это была главная линия защиты. Все делалось по закону. Все выполняли закон. Не всем помогло, должен сказать. Потому что законы были преступные. Да? И уже у человечества накоплен некоторый опыт. Да? И некоторые вещи сформулированы. К сожалению, не все об этом знают. Известное, как говорил Аристотель, цитирую снова, известное немногим. Так вот. Они потому и издали этот закон, что они предвидят обрушение дальнейшей экономики. И переход на дарвинизм, на социальный дарвинизм. Уже таких, на низовых уровнях. Сейчас на высоких уровнях приходит социальный дарвинизм. Просто Сечин, Усманов, Икунин и другие. Просто все переделили промеж собой. Икунина вспомнили. Все переделили. Некоторые успели слинять, некоторые еще не слиняли. Это подробности. А начнется низовой дарвинизм. Когда сюда, в Москву, начнут приходить, приезжать люди из городов, где были градообразующие предприятия, которые, допустим, устали. И людям перестали, допустим, выдавать зарплату. Да? И дальше начинается, да, дальше начинается дарвинизм настоящий. И власти, предвидя этот дарвинизм, во-первых, пытаются, значит, на перске играть, отвлекать внимание. Да? Главный фокус. Происходит не там, где фокусник, разумеется. Не в той руке, которую он демонстрирует, всему цирку, а в другой руке. Они пытаются отвлечь наше внимание сирией и всей этой хренью. Да? Тут приходят, продолжают приходить срочные сообщения, и они работают такими небольшими иллюстрациями к нашему с вами разговору. Та же самая стратегия национальной безопасности гласит, инспирирование цветных революций одна из основных угроз нацбезопасности России. Ну, конечно, конечно. А кто делает? Чего-то нет никакой цветной революции в Германии, в Англии, чего-то не видно, никаких цветных революций. Там беженцы. Нет, там беженцы. У них тоже все не слава Богу. Да, да, но цветных революций нет и быть не может. Потому что там власти избирают, там не нужна революция. Там в 17-м году не будет Обамы в Белом доме в конце января 17-го года будет другой, точка. А не когда вымрет сам. Его не будет в Белом доме. Меркель, никого не будет очень скоро. Определены предельные сроки. Есть выборы, есть свободная пресса, есть суды независимые. Поэтому нет необходимости в цветных революциях. Да? А это, значит, ботву эту забивают в голову несчастному населению. К населению претензий много не может быть. Оруэллские пролы, они для этого и существуют. Претензии к элите. К тем людям, которые в состоянии отдать себе отчет в происходящем. Нет, ну погодите. Тут же вот уже любого гражданина, посмотрите, за какой-нибудь пост ВКонтакте могут посадить. Это же сейчас вот прям идут раз за разом. У власти начинается истерика. Власть, которая наворовала, накуролесила аж на Гаагу и не может уйти от власти, в отличие от Меркель и Обама, не может уйти от власти. У них начинается истерика. В этой истерике они делают в том числе глупости. Ну и преступления, разумеется. Ну и глупости тоже. Они пытаются сейчас по периметру, значит, выстраивать редуты и оборонить. Они готовятся к обороне. Это уже совершенно очевидно. Они отвлекают внимание, они переводят стрелки. О, сейчас еще Кудрина во власть вернут, чтобы был виноватый. Когда все рухнет, чтобы было... Ну вот либералы, вы же видите, Кудрин пришел, о как, и при нем рухнуло. Если он этого не понимает, ну ладно, замолчим. Не очень понятна логика чьего. Это вроде не дурак. А это ведь одноходовка. Ну, а с другой стороны тоже... Потому что с экономикой ничего нельзя сделать при этой политике. Ну, понятна экономика, политика, Можно смешировать удар. Смотрите, ведь нельзя говорить там пролы, не люди и прочее, прочее. Я не говорил... Стоп, Таня, вот давай только ты не будешь заниматься подменами. Я полностью цитирую Оруэлла. Вы вспомнили Оруэлла, я вспомнила Оруэлла. Хорошо. Я не говорю, что не уточним. Просто они не в состоянии адекватно проанализировать ситуацию. Их за это нельзя винить. Почему? Люди же заглядывают в холодильник, они ходят по магазинам. И потом все-таки телевизор с телевизором, но там тот же интернет никто не отменял, и информация распространяется по-другому. Это, знаете, есть одноклассники, да, им их никто не приучил. Это тоже, эту потребность надо вырабатывать, потребность в получении знаний, в образовании, это надо вырабатывать. Те люди, которые хотят получать образование, которые умеют получать образование, эти люди, талантливые люди, люди продвинутые, да, они свободные, им душно в путинской России, их все больше снаружи. Да, идет все вот, совершенно очевидно, да, я про 16-й год, он не будет легким, да, есть драматический вариант развития этого события, очень драматический, трагический, но хотелось бы, чтобы процесс осознания начался как можно раньше. Никто не запрещает быть немножко умнее и ответственней, чем вчера. Будем считать это новогодним наказом Виктора Шендеровича. Тихим пожеланием. Тихим пожеланием Виктора Шендеровича. Это была программа Особое мнение. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. Большое спасибо всем. С Новым годом. Пока. Счастливо.